Спасибо коллеги, ну а мы продолжаем. Научно-диагностический и лечебный ветеринарный центр Ставропольского государственного аграрного университета признан клиникой года. Центр стал лауреатом национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель». Это ежегодная высшая награда российского ветеринарного сообщества за особые достижения в области ветеринарной медицины. И сегодня у нас в гостях те, для кого эта победа имеет особенное значение. Это декан факультета ветеринарной медицины Валентин Скрипкин и руководитель научно-диагностического и лечебного ветеринарного центра Сергей Данников. Добрый день вам. Ну, во-первых, мы вас поздравляем с такой наградой. Это действительно, вот я правильно понимаю, что это, наверное, высшая награда для ветеринаров или нет? Спасибо большое. Да, это действительно сегодня для нашей оценки деятельности самая высшая награда среди сообщества ветеринаров Российской Федерации. Давайте все-таки вот мы будем... Начнем сначала, да, как говорится. Научно-диагностический и лечебный ветеринарный центр. Это как? Вот давайте выясним. Это все-таки больше он научно-диагностический или лечебный ветеринарный? Это большое структурное подразделение нашего университета. Было создано в 2007 году в результате реализации нацпроекта образования. Был создан научно-диагностический и лечебный ветеринарный центр, в составе которого клиника ветеринарная и лабораторий, комплекс лабораторий самых современных научно-исследовательских лабораторий. Ну, я правильно понимаю, что студенты проходят практику в этом центре, да? 100% сотрудников, сопровождающего персонала, вспомогательного персонала. Это наши студенты, сотрудники, лаборанты и руководящие составы и врачи. 100% сотрудники нашего факультета. Угу. А что, вот, я правильно понимаю, что тут я могу вот просто взять свое животное и прийти в эту клинику, да, если имеется необходимость? Как и любой житель Ставропольского края. Как и любой житель Ставропольского края. И не только Ставропольского края, близлежащих территорий. Угу. А студенты практику проходят на этих животных или есть какие-то подопытные, вот что-то такое? Нет. В основе образовательного процесса в нашем ВУЗе, нашим ректором, академиком Российской Академии Новок Владимиром Ивановичем Трухачевым, положена концепция практико-ориентированного подхода при получении высшего образования. У наших будущих специалистов имеется шикарная возможность по мелким, домашним, экзотическим животным проходить практику, получать все необходимые навыки профессиональные, усваивать и отрабатывать все компетенции учебного плана на базе нашего ветеринарного центра с помощью, конечно же, врачей, которые работают там на постоянной основе. Угу. А с какими болезнями я могу обратиться в центр? Ну, болезнями, естественно? Да, практически с любыми заболеваниями. С любыми, да. Любое недомогание, любая консультация вам всегда у нас помогут. И не только с заболеваниями, но и с профилактическими мероприятиями. Угу. Все, что связано со здоровьем животных, это к вам. Все, абсолютно. Да. Животные любые, я так понимаю, ну, потому что одно дело домашние животные, другое дело домашний скот, например, да? То есть это большие там коровы, свиньи и так далее. Конечно, это первостепенно. Мы работаем с девятью передовыми племенными хозяйствами нашего края, обслуживаем по разным показателям продукцию сельскохозяйственного производства, в том числе и помогаем нашему управлению ветеринарии стоять на охране эпизодического благополучия нашего края. Поэтому у нас есть выездной микроавтобус, скорая помощь на базе автомобиля «Фольксваген». Наши специалисты выезжают для оказания какой-то консультационной помощи в эти хозяйства. Ну, не могу не спросить, бесплатно ли вот это все или нет. Ну, по-разному. По-разному. Хорошо. Главное, что честно. По поводу премии, да, вот немножко хочется поговорить. По каким критериям оценивались участники? Ну, положение об этой премии есть на сайте Российской ассоциации ветеринарных специалистов. Сам президент Сергей Владимирович Середа был у нас. Он лично объезжает многие клиники во время присуждения этой премии. И остался доволен. Пять дней он у нас пробыл. Остался доволен своим результатом пребывания. Это общение со студентами. Это аудит врачей. Это общение с преподавателями. Оценка уровня. Очень много показателей, по которым потом делается сводный вот такой вывод. О присуждении, либо не присуждении этой награды. Я правильно понимаю, что вот вы действительно лучшая клиника в России? Или это вот, скажем так, три лучших, и вы одни из этих трех? В этом году премию «Золотой скальпель. Лучшая клиника года» получили только мы. Слушайте, это очень круто. Если можно, я достану, вот так нашим зрителям покажу, чтобы нагляднее было видно. Вот такой золотой скальпель, друзья. Хотя похож на какого-то, да, на какую-то птицу такую. Ну, основание – это гранит науки, потом дерево знаний. Древо знаний – символ нашего ветеринарного – это эмблема змея. И ее голова в виде ланцета – самого необходимого инструмента для хирурга. То есть тут вот так даже сразу несколько значений смысла. Смысла много, как говорится. Что теперь? Вот видите, как не удержал, но диплом целый. Вот сразу покажу нашим зрителям. Ничего не разбилось, ничего не испортили. Что дальше? Ну, то есть это вот вершина, скажем так, да, уже высшая награда. К чему стремиться теперь? Нет, на самом деле у нас еще много целей. Дальше совершенствуемся. Мы идем на конкурс Европейского ветеринарной ассоциации Европейского ветеринарного образования. И первая команда ассессмента у нас уже побывала в прошлом сентябре. И уже в июне следующего года мы выходим на финальный аудит на соответствие стандартам Европейской ассоциации ветеринарного образования. Мы недавно были в Загребе в июне этого года, где вся ассоциация слетелась на 100-летие Загребского ветеринарного факультета, и где нас единогласно приняли пока же в аффилированные члены этой ассоциации. Это что это значит? Ну, ассоциативные аффилированные члены. То есть мы уже имеем право голоса, мы уже начинаем реализацию стандартов образования европейского уровня. Это даст, конечно, колоссальные возможности нашим студентам по трудоустройству за рубежом и в целом по бывшему СНГ, и нашим преподавателям практически безграничных стажировок. А вообще происходит какой-то обмен опытом именно среди студентов? Да, благодаря нашему ректору, академику Российской Академии Новокладинавичу Трухачеву, он сам является по образованию ветеринарным врачом, выпускником нашего ветеринарного факультета. И, конечно же, все начинания студентов он поддерживает в плане практик, несмотря на не только в ведущих агрохолдингах нашей Российской Федерации, но и за рубежом. Ну, для примера, по программе Аполло у нас в прошлом году только выехало 21 человек повторно, реализуя повторные гранты. То есть они в таких странах, как Германия, Голландия, зарекомендовали себя очень хорошо, уже будучи студентами, как специалистами. А вот они туда выезжают, что они там делают? Передовые технологии, изучение мирового опыта, делятся со своими сверстниками, дорабатывают свои компетенции, получают диплом, и уже у них очень большой спектр трудоустройства. Давайте расскажем, где находится клиника сама, потому что, ну, я знаю даже вот по себе, знаю, что иногда приходится посещать такие заведения, потому что животное не скажет, что у него болит, надо везти его к специалисту, чтобы специалист посмотрел и уже точно сказал. Давайте расскажем, куда приходить. Наш центр находится по адресу улицы Серова, 523, на большой территории наших двух факультетов ветеринарной медицины и технологического менеджмента. Удобный въезд со стороны улицы Серова, удобные парковки, удобные зоны ожидания для хозяев пациентов. Поэтому мы ждем. Сергей, ну давайте хотя бы немножечко мы с вами тоже поговорим. А расскажите, вот какое самое необычное, самый необычный пациент бывал? Ну, наверное, на одном пациенте остановиться не смогу. Так, ну хотя бы тогда несколько. Пациентов у нас интересных очень много. У нас очень много поступает экзотических животных. У нас были львы, леопарды. У нас... Уже прям взрослые? Ну, не прям взрослые, а поменьше, которые, да, еще пока не боятся человека и не могут нанести, да, причинить вред врачам и персоналу. Так, ну, логичный вопрос откуда? Из зоопарков, наверное, да, из цирков? Из зоопарков, из цирковые, да, в основном. Вот, а также некоторые дома у себя содержат. Особенно это актуально у нас, на северном Кавказе. Так, кто еще был интересный, расскажите. Очень много пресмыкающихся приходит, очень много рептилий, птиц необычных, экзотических. Ну... А необычные экзотические птицы, ну, попугаи... Попугаи... Это считается экзотическое все-таки. Ну, они же разные бывают, попугаи. Не все попугаи живут у нас, не все попугаи живут дома. Некоторые нужны особые условия, и содержатся они только в условиях зоопарка. Дома таких животных содержать сложно. Вот, а... Ну... Также много грызунов различных. Иногда даже приносили к нам и... Не только хомяков и шиншилл, а куньих представителей. То есть вот таких у нас люди держат дома, да? Тоже держат, несмотря на то, что это потенциально агрессивные животные. А жалуются, ну, в основном приходят уже с какими-то вот болезнями, или просто есть вот подозрения, да? Что животное как-то себя там, может быть, ведет странно подозрительно? Ну, на самом деле взаимодействие врача и владельца животного – это такой, ну, своеобразный, да, диалог. К этому нужен тоже своеобразный подход. Поэтому иногда приходят просто на консультацию, а уже в процессе беседы, да, оказывается, что есть и какие-то недомогания. И наоборот, когда приходят с какими-то недомоганиями, а по результатам осмотра оказывается, что это норма для этого вида животного, и что в этом нет ничего плохого. Есть какое-то вот животное напоследок, которое вот сложнее всего обследовать? Ну, потому что я вот знаю, например, у меня кот, он очень неусидчивый товарищ, вот, ну, сложно его попросить посидеть на одном месте. Я знаю, что есть животные, которые вот вообще не любят, когда к ним даже там прикасаются условно. Ну, да, на самом деле, агрессия, она может снижать качество оказывания. Ну, тут, ну, или агрессия, или страх, вот что-то, на одной из двух, как минимум. Ну, страх порождает агрессию. Вот так. Да, и, конечно, мелкие животные, экзотические животные, они всегда сложнее в плане и диагностических процедур, и удержать, и сделать какие-то лечебные манипуляции, и опираться таким животным крайне сложно. И литература, практическая литература по таким животным, она, ну, еще пока недостаточно ее по сравнению с обыденными нами собаками и кошками. Самое главное, напоследок, вот я, например, знаю и не один раз слышал, что если вдруг ваш питомец как-то вот проявляет себя не очень хорошо относительно своего состояния, своего здоровья, не надо заниматься самолечением, лучше сразу нести к специалисту, так ли это? Совершенно верно. Конечно. Не нужно не только заниматься самолечением, а еще нужно вовремя обращаться. Потому что болезни, которые уже прошли период разгара, уже довольно запущенные, их намного сложнее лечить. И процент неблагоприятного исхода, конечно, возрастает. Чем дольше пациент дома сидит больной, тем хуже. Вам спасибо большое, что пришли. Еще раз поздравляем с такой наградой. Будем надеяться, что это не последнее. Ждем вас в студии у нас снова. Спасибо. Приходите еще. Спасибо вам. Спасибо.